Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Лебедев Юрий, и сегодня вашему вниманию представляю веб-каст на тему обновления отказоустойчивого кластера до Windows Server 2019. В первой части данного веб-каста я подробнейшим образом расскажу о данной процедуре, а во второй части сделаю демонстрацию. Итак, технология относительно новая. Впервые она появилась в Windows Server 2016 и с рядом примечаний поддерживается и Windows Server 2019 в полном объеме. При этом данная технология обеспечивает вас потрясающим возможностью. В случае, если вы используете данный кластер для размещения виртуальных машин Hyper-V, или он выступает у вас в качестве масштабируемого файлового сервера, Scale-Out File Server, вы можете выполнить процедуру без остановки служб. Остальные варианты развертывания кластера потребуют остановки ведущей ноды и, соответственно, аварийного переключения с узла на узел, но это переключение вряд ли будет занимать дольше 5 минут. При этом обновление можно выполнять как с переходом на новое оборудование, так, собственно, и без использования дополнительного оборудования. Кластерные службы не будут остановлены, кластерное имя будет отвечать в рамках всего обновления. Процедура вплоть до последнего шага полностью обновима и данную процедуру можно автоматизировать, используя скрипты PowerShell и управляющий элемент VMI. Так как процедура достаточно новая, то работает она только с последними версиями серверов и работает она с последними функциональными уровнями кластера. То есть, начиная с самого начала, у кластерных служб есть собственное кодовое имя еще от Windows NT4 Server. И, собственно, если у вас есть кластер под управлением Windows Server 2012 R2, вы можете выполнять его процедуру. Достигается это за счет того, что Windows Server 2016 может работать одновременно и с функциональным уровнем кластера 9, и с функциональным уровнем кластера 8. Это позволяет добавлять узлы под управлением Windows Server 2016 в отказоустойчивые кластера на базе Windows Server 2019 R2. И, точно так же, отказоустойчивый кластер на базе Windows Server 2016, работающий в уровне 9, может быть пополнен узлом под управлением Windows Server 2019, который сможет работать на предыдущем уровне. Ну, а когда кластер избавится полностью от узлов на предыдущей версии, функциональный уровень кластера можно будет поднять. Давайте знакомиться со сценариями, в которых это используется. Сценариев сейчас поддерживается ровно два. Первый – это обновление отказоустойчивого кластера на базе Windows Server 2012 R2. Пока он работает под управлением данной операционной системы, все узлы под ней же, функциональный уровень у кластера 8. В него мы будем поэтапно добавлять узлы под управлением Windows Server 2016 и выводить узлы под управлением Windows Server 2019 R2. В рамках этой процедуры кластер будет работать в смешанном режиме операционных систем, оставаясь на функциональном уровне 8. После того, как все операционные системы под управлением Windows Server 2019 R2 будут выведены из кластера, можно поднять его в функциональный уровень до уровня 9. Это будет уже отказоустойчивый кластер на базе Windows Server 2016. Только эта процедура необратима. Если же вас в процессе обновления не устроит качество работы Windows Server 2016 для вашей службы, вы можете снова вывести из эксплуатации все узлы под управлением Windows Server 2016 и вернуться обратно к 2019 R2. Абсолютно аналогичным образом, причем это можно делать последовательно, отказоустойчивый кластер на базе Windows Server 2016, работающий под управлением этой персональной системы и находящийся на функциональном уровне 9, можно обновлять до отказоустойчивого кластера на базе Windows Server 2019. Как это будет происходить? Абсолютно точно так же. Мы можем добавлять в этот кластер узлы. Кластер будет в этот момент работать в смешанном режиме. И, соответственно, избавившись от всех узлов под управлением Windows Server 2016, поднять функциональный уровень. Точно так же, как и в предыдущем случае, функциональный уровень вниз откатывать нельзя, но вверх поднимать можно. И эта процедура необратима. В данном случае шаг будет обратим. Напрямую с 2019 R2 в 2019 обновляться нельзя. Кластерные службы выдадут сбой. Но обновив кластер на базе Windows Server 2019 R2 до Windows Server 2016, можно будет обновить и этот кластер на базе Windows Server 2016 до Windows Server 2019. Еще маленькое примечание. Когда кластер работает в смешанном режиме персональных систем, на него, конечно, накладывается ряд ограничений. Но при этом отказоустойчивость, то есть обработка отказа в случае выхода из строя узла, она будет в полном объеме работать. Также вручную, не при помощи кластера VUpdate, а именно вручную, вы можете устанавливать обновление на узлы, если вам такая задача потребуется, пока кластер находится в смешанном режиме. Но так как, находясь в смешанном режиме, большой кластер, например, состоящий из 30 или 60 узлов, разумеется, потребует больше времени на работу в смешанном режиме. Сама по себе процедура очень простая. Перед началом необходимо выполнить резервное копирование данных кластера и все рабочие нагрузки тоже необходимо отправить в резервную копию. После этого выделяем один узел, останавливаем его, выводим из эксплуатации, перезаливаем на нем операционную систему до более новой версии и устанавливаем на него компонент Fileover Clustering. Плюс все необходимые роли, компоненты, программное обеспечение, которое на нем должно находиться. После этого данный узел добавляем в кластер и переносим на него рабочие нагрузки с других узлов. И эти шаги мы проделаем столько раз, пока не обновим все персонные системы. В данном случае это позволит вам выполнить обновление кластера без использования дополнительного оборудования. После того, как все узлы будут обновлены, мы можем повысить функциональный уровень кластера до новой актуальной версии. Что ж, вот таким образом выглядит данная процедура. Давайте ее смотреть уже вживую, как это будет выглядеть. А вживую выглядеть будет следующим образом. Мы находимся в окружении Silly Local, располагаемся на машинке WSADM и с нее сможем подключаться ко всем нам необходимым серверам. Здесь у нас есть некоторая инфраструктура. И двухузловой кластер на базе Windows Server 2016. Узлы его называются Node.2016.01 и Node.2016.02. С общим хранилищем, на котором размещаются виртуальные машины Hyper-V. Наша задача, эти две машинки, обновить до Windows Server 2019. При этом не останавливать виртуальные машины Hyper-V и убедиться, что службы развернуты на них работают. Давайте немножко посмотрим наш кластер. Для этого нам потребуется Remote Desktop Connection Manager. Подключимся к первому узлу. Это Node.2016.01. Подключимся к нашему кластеру. Для этого нам потребуется Fileware Cluster Manager, то есть диспетчер отказово-соточивых кластеров. Вот наш кластер. Состоит он из двух узлов. 2016.01 и 2016.02. Как видим, это Windows Server 2016 в редакции Data Center. У каждого из этих узлов есть по три сети. То есть по три сетевых соединения. Кластер клиент. В данном случае 0.0 это у нас сеть хранения данных. И кластер only это исключительно для взаимодействия внутри кластера. Кластерная сеть. Далее. Нам подключено три луна. Один из них. Самый маленький. Это наблюдатель в коруме. Размер его в 1 гигабайт. Один из них. Это обычный лун, выдвинутый для большой виртуальной машины. По сценарию. ВМ-01. И один из них. Кластер шарит волюм. На нем располагаются две машинки. Помимо этого мы можем убедиться, что у нас здесь есть три машинки. Одна из них. ВМ-01 под управлением Windows Server 2019 R2. И две из них под управлением CentOS 7.6. На них на всех развернуто по веб-серверу. И можно будет наблюдать за их работой при помощи этого веб-сервера. А также мы сможем пинговать эти машинки, чтобы убедиться, что они доступны. Итак, давайте это сделаем. Для начала. Что развернуто на наших машинках. ВМ-01. Сели-локал. Это Windows Server 2019 R2. Машинка ВМ-01. Вторая машинка. CentOS 7.6. ВМ-02. И третья машинка. ВМ-03. Тоже CentOS 7.6. И для того, чтобы убедиться, что все они работают, мы будем использовать командную строчку и старенькую команду ping. Допустим, несколько экземпляров командной строки. Итак. Ping идет. Минус T. Вторая машинка. Третья машинка. Третья. Вторая. Первая. И в обратном порядке. Первая. Вторая. Третья. Отлично. Отсюда будет прекрасно видно, что ping идет. Ну, а для демонстрации, что это отказоустойчивый кластер, мы сейчас мигрируем в М-01 на второй узел. Живой миграцией. Процесс пошел. И можем убедиться. Миграция завершилась. Потеряли мы один ping. Второй. И дальше ping пошел. Ну, как видите, у меня достаточно нагруженная сеть. Тут вон и по 100 миллисекунд проскакивают задержки, поэтому вполне себе приближена к реальности. Отлично. Пара слов о наших узлах. Узлы. Node.2001-2001-2002. Это двухъядерный процессор, 6 гигабайт памяти, 50 гигабайт жесткий диск, SSD. И три раза по одному гигабиту эта сеть. Мы это видели в Квастер-менеджере. Для того, чтобы мигрировать на новое оборудование, я подготовил точно такое же оборудование. И там развернут Windows Server 2019. Здесь опечатка. 2019-01 и 02. То есть такой же процессор, столько же памяти. То есть технически в моем случае это демонстрация с миграцией на другое оборудование, но это могла быть миграцией и на это же оборудование, если бы все мои виртуальные машины могли влезть на один узел. Ну, либо какие-то не столь важные можно было бы отключить в процессе обновления. Нам же, чтобы не ждать, будет выгоднее, когда у нас есть заранее подготовленные узлы. Что ж, давайте рассмотрим процедуру, как добавить в наш отказоустойчивый кластер на базе Windows Server 2016 узел на базе Windows Server 2019. Подключаемся к Node.219.01. Здесь уже установлены компоненты Hyper-V и Fileover Clustering, но здесь еще не подключены мы к общему хранилищу, а к нему придется подключить для того, чтобы добавить этот узел в кластер. Запускаем инструменты. Нам потребуется ISCASE инициатор. Служба не запущена. Запустим ее. И теперь подключимся к нашему хранилищу. Хранилищу его IP-адреса. IP-адрес таргета 0.1. QuickConnect. Он находит наш таргет. Есть подключение. Видим, что у нас там три луна. Ок. Переходим в File and Storage. Выбираем диски. Сортируем их по порядку. Первый 1 гигабайт переводим в онлайн. Yes. Второй лун на 50 гигабайт в онлайн. Yes. Третий лун еще на 50 гигабайт тоже переводим в онлайн. Yes. Теперь здесь мы запускаем. Это важно именно на Windows CR 2019. Fileware Cluster Manager. Нам предлагают воспользоваться Windows Admin Center. Это пока нам не потребуется. Тема скорее для отдельного вебкаста. И подключимся к существующему кластеру. HVFC01. HVFC01. Celi Local. Подключаемся. Есть подключение. Видим наш двухузловой кластер. Выбираем узлы и добавляем себя. Проверяем имя. Ок. Далее. Пускай выполнит проверку данного узла. Далее. И вперед. Запускаем все тесты. Далее. Все тесты успешно пройдены. Есть несколько примечаний по поводу версий программного обеспечения. Это связано с тем, что у меня узлы работают под разными персонными системами. При этом пока велось тестирование, у меня по-прежнему все мои виртуальные машины доступны и отвечают по ICMP. И соответственно сайт, на который у них крутится, тоже доступны. Отлично. Завершаем тестирование. Завершаем тестирование. Завершаем тестирование. И добавляем узел. Можно снять галку по поводу добавления всего подходящего хранилища в кластер, так как у нас нету нового хранилища для этого узла. Далее. И мы увидим, что вон у нас на заднем фоне происходит подключение узла в кластер. Готово. Кластер успешно подключен. Как видим, он здесь находится. С ним все хорошо. И мы уже можем переносить часть нагрузок на этот узел. Посмотрим на роли. Первым будем выводить из эксплуатации на 2016.01. Поэтому давайте сейчас при помощи живой миграции перенесем туда в M02. Move. Live Migration. Переехал узел на машинку 2019.01. Можем убедиться, что он по-прежнему отвечает. В M02. Отлично. И теперь мы можем выводить из эксплуатации на 2016.01. Для этого переходим в раздел услов. Выбираем на 2016.01. Останавливаем службы. Есть. И убираем узел из кластера. Live Set. Yes. Все. Node. 2016.01 теперь отсутствует в нашем кластере. Так. У нас появились предупреждения. Посмотрим на них. Узел Node. 2016.01 установил коммуникацию с Node. 2019.01 и обнаружил, что они запущены с разными, но совместимыми версиями операционной системы. Отлично. Наш кластер сейчас работает в режиме смешанных операционных систем. Здорово. Процедуру обновления продолжим мы при помощи Windows PowerShell. То есть Node. 2019.02 мы добавим уже с использованием Windows PowerShell и точно так же перенесем на нее роли. Мы находимся на данной машинке. Подключим ее также к хранилищу. Запустим службу iSCASE инициатора. Указываем таргет. Есть подключение. Видим три наших диска. Используем диспетчер сервера. Переходим в раздел File and Storage. Выбираем диски. Сортируем диски по порядку. Запускаем в онлайн первый лун. Это маленький наш witness наблюдатель. Второй лун. Здесь у нас находится в M01. И последний, третий лун. Здесь у нас кластер Shared Volume. Готово. Все запущено. И теперь нам потребуется Windows PowerShell. Запускаем его от имени администратора. Отлично. Посмотрим на наш кластер. Вот он. Посмотрим на его узлы. Вот они. 2016.02 и 2019.01. И теперь мы попробуем сюда добавить узел. Команды add cluster node. Указываем имя нашего узла. Это будет node 2019.02. И указываем имя нашего кластера. Запускаем процедуру обновления. Добавился узел. Давайте убедимся, что узел у нас теперь в кластере. Отлично. У нас есть 2019.01, 2019.02 и 2016.02. Посмотрим распределение ресурсов кластера по нашему кластеру. Поэтому get cluster resource. Указываем имя нашего кластера. HVFC01. Что мы видим? Кластерные диски, виртуальные машинки с конфигурацией. И соответственно видим, что они в состоянии онлайн. Здорово. Можем таким же точно образом воспользоваться командой get cluster group. И также обратиться к кластеру HVFC01. И мы видим, что у нас есть vm01, который располагается на 2016.02. vm03, который располагается на 2016.02. Обе они в онлайне. При этом vm03 находится на CSV. Это чуточку проще. Можем ее совершенно спокойно попробовать мигрировать. Move cluster virtual machine. Роль. Выбираем имя виртуальной машинки. Это vm03. Выбираем узел, на который мы хотим мигрировать. Пусть это будет node.2019.02. И выбираем тип миграции. В данном случае это будет живая миграция. Запускается процесс живой миграции узла vm03. Посмотрим. Так, это vm01. Посмотрим на пинг vm03. Как видим, всего-навсего один пинг мы потеряли. Сайт от vm03 по-прежнему доступен. Вернемся к нашим командам. Посмотрим распределение ресурсов на этот раз. vm03 переехал на 2019.02. И на 2016.02 остался у нас машинка vm01. Но ее мы перенесем, когда будем ставить на паузу наш узел. Выбираем команду suspend cluster node. Выбираем имя узла. Node.2016.02. И выбираем drain. То есть передать роли с этого узла. Узел ушел на паузу. Смотрим на кластерную группу. Что мы здесь видим? vm01 переходит на 2019.01. И находится в режиме ожидания. Давайте посмотрим на это при помощи кластер-менеджера на 2019.01. Роли. Уже переехало. Отлично. Вернемся сюда. Ну и теперь, так как узел node.2016.02 у нас стоит в паузе, мы его выведем из кластера. Для этого commandlet remove. Cluster node. Указываем имя узла. В принципе, кластер уже можно не указывать. Так как мы на нем находимся, на одном из узлов этого кластера, он его найдет. Удалить. Да. Узел удален. Можно посмотреть на getCluster. Как видите, по кластерному имени hvfc01 он по-прежнему отзывается. И узлов у него теперь два. 2019.01 и 2019.02. И вот единственная процедура, которая у нас осталась, это посмотреть на каком уровне наш кластер работает. Смотрим. GetCluster. Имя hvfc01. Выбираем свойства. Например, возьмем name и кластер functional level. hvfc01.0.1 уровень кластера 9. Отлично. То же самое, но выполняем commandlet update cluster function level. Эта процедура необратимая. То есть, если бы я хотел, я мог бы еще добавить узлы на базе 2016 и их использовать. Но вот уже эту процедуру отменить не смогу. И смогу добавлять в этот кластер только узлы на базе Windows Server 2019. Ну или когда выйдет следующий. Собственно, вновь проверяем функциональный уровень. Как видите, теперь это десятка. Отлично. Берем сюда. Сделаем здесь refresh. Наши виртуальные машины по-прежнему все доступны. Как видите, все они пингуются. Все отвечают на пинги. Все они предоставляют ресурсы. На месте два узла нашего кластера. И все наши луны переехали на наши новые узлы. Единственное, что вам нужно в разрешении на ISKZ-Target добавить будут свои новые узлы. Это можно сделать заранее на вашем хранилище. Отлично. Подведем итог. Вот таким вот образом происходит обновление кластера. Мы поговорили о том, что это такое, как это делается. Что такое функциональный уровень кластера. Какие поддерживаются сценарии обновления. Ну и собственно всю процедуру обновления кластера мы только что посмотрели. Добавили узлы. Перенесли нагрузку. Вывели узлы из эксплуатации. Это уже не первый вебкаст по Windows CR 2019. Параллельно я записывал вебкасты про конвергентные и гиперконвергентные кластеры на базе Windows CR 2019. Их вы также можете поставить у меня на сайте. Ну и многие другие вебкасты у меня там доступны. На этом все. Надеюсь, было интересно. Что-то новое и полезное вы для себя почерпнули. Ну а если появились вопросы и пожелания, прислайте их мне в почту на lebedefury.gmail.com. Подписывайтесь на новости у меня в блоге на lebedefunblogspot.ru. Ну и все мои материалы собраны и каталогизированы у меня на сайте. Пройти комплексное авторизованное обучение по Windows Server и не только вы можете в учебном центре Softline Education. Ну а следить за мной можно в социальных сетях. На этом все. Спасибо за внимание и будьте здоровы!